Добрый день и доброе время суток, уважаемые родители. Мы продолжаем с вами разговор о массаже и упражнениях для полноценного физического развития ребенка. И сейчас я вам покажу интересное упражнение, которое можно начинать делать с момента, когда ребенок хотя бы чуть-чуть начинает поднимать голову. Он в положении лежа на животе, вот Ванечка уже лежит на животе, он уже занял исходное положение. Значит, посмотрите, опять же я вам покажу, потом расскажу, в чем особенность этого упражнения, почему нужно к нему относиться очень серьезно. Значит, руки и ноги ребенка немножечко согнуты. На руках опирается, голова чуть-чуть приподнята, ноги согнуты. И это упражнение основано на врожденном рефлексе. Значит, колени мы разводим таким образом, чтобы, ну вот, Ванечка, не все так просто, чтобы пятки соединились. То есть мы делаем вот так. Соединились пятки, как такая поза лягушки. Вот, значит, ладони мы подводим под ступни, таким образом, чтобы пятки лежали на ваших больших пальцах. Одномоментно, на двух, но при этом упражнении мы не выпускаем ноги ребенка. Значит, и как бы сгибаем ноги, направляя ребенка на то, чтобы он полз. Да, то есть рефлекторное ползание. Да, вот, мы надавливаем, и ребенок рефлекторно начинает двигать толчками. Значит, это где-то упражнение мы повторяем где-то максимум раза четыре, не больше. Вот, но при этом вам нужно, чтобы расстояние от головы ребенка до поверхности, и окончание поверхности стола или пеленального столика должно быть очень большое, потому что совершенно неожиданно в какой-то момент ребенок может резко прыгнуть, и вы его не удержите, он может упасть. Поэтому вы выкладываете вот это расстояние очень большое. Смотрите, я нажимаю, и ребенок резко передвигается вперед в какой-то момент. Если он лежит на самом краю, то вот это резко голова перевешивает, и вы, даже если удержите, все равно нанесете травму либо голеностопному суставу, либо он стукнется головой вот у поверхности, которая окажется сбоку. Поэтому вы здесь выстраиваете достаточно большое расстояние. Значит, я надеюсь, все понятно. И мы переходим дальше к следующему массажному движению, к следующей группе мышц, с которой мы еще не работали, это массаж груди. Мышцы груди, мышцы грудной клетки, потому что мышцы грудной клетки, с одной стороны, они осуществляют, особенно мышцы межреберные, осуществляют акт дыхания. Это способствует активности процессов газообмена, насыщения клеток организма кислородом. И, с одной стороны, с другой стороны, активный вывод углекислого газа, то есть очистка организма. Соответственно, понятно, что вот при массаже груди ребенок лежит на спине. Массаж нужно начинать с поглаживания, которое вы осуществляете большими пальцами, да, вот, показываю, лежит Ванечка, вот вы осуществляете массажные движения большими пальцами, по груди, не надавливая, желательно, чтобы это движение, могут быть одномоментные движения, желательно, чтобы они были по часовой стрелке, могут быть движения по очереди, да, право-лево, право-лево, по одному. Да, может быть, это уже как бы так, когда вы захотите, как вам будет интересно. Такие движения вы повторяете до пяти раз. Следующий массаж, так называемый вибрационный, вы кладете руки таким образом, чтобы большие пальцы были на грудине, большие пальцы на грудине, остальные четыре обхватывают ребра, да, и, ну, иногда они могут соединиться на позвоночнике, иногда нет, но позвоночник мы не трогаем в любом случае, значит, и осуществляем, ну, своеобразное искусственное дыхание, да, вернее, массаж сердца, на самом деле это массаж не сердца, а мышц грунтной клетки, ну, чтобы вам было понятно, осуществляем сдавливающее движение. Вот, мы ведем несколько движений, да, вот таким образом, как бы надавливая, отпуская, надавливая, отпуская, достаточно ритмично, и делаем это до пяти раз, причем, вот в этой ситуации руки работают вместе, синхронно, не по очереди, не надавливая на одну часть, на другую, нет, а работаем вместе, синхронно. Вот, это дает возможность работе не только мышц грудной клетки, ну, и активнее начинает работать сердце, дыхательные движения становятся глубже и полноценнее. Поэтому здесь упражнения, это массажное движение, является очень полезным. следующее упражнение, которое одномоментно стимулирует работу мышц груди и живота, называется, своеобразное такое название, поза эмбриона, то есть фактически ребенок лежит на наших руках, смотрите, да, ножки согнуты, подтянуты, да, на одной руке ручки идут вверх, и при возможности, если их можно обхватить, ну, если ребенок маленький, если нет, то они наверху не мешают, вот, и голова лежит на затылке. Вот положение, которое мы держим ребенка, и дальше идет соединение, то есть наклон головы и ножик одномоментно. Да, головы и ножик одномоментно. Вот, мы стремимся как бы соединить, но, конечно, мы не соединяем, ничего не ломаем, значит, делаем такое упражнение в качестве 2-3 раза таких движений на цикл, значит, подняли несколько секунд, ну, можете посчитать, до 5, потом выпрямили опять, раз, два, три, четыре, пять, опять выпрямили движения плавные, покачивающие, да, вот, желательно осуществлять это очень аккуратно, осторожно, максимум мы повторяем это 4 раза. На самом деле, это упражнение, как неожиданно бы это не прозвучало, оно оказывает благотворное влияние на формирование нервной системы ребенка, то есть, ребенок становится более спокойным, в основном, это упражнение, ну, своеобразным образом стабилизирует внутричерепное давление, довольно часто у маленьких, ну, вот, для малышей, может быть, вы еще об этом не думаете, нет проявлений, хотя давление может быть повышенное еще и внутриутробно, но проявлений пока может быть четких и нету у малыша, но, в любом случае, вы начинаете эти упражнения, как профилактика, повышение внутричерепного давления, если оно повышено, как лечебная процедура для его снижения. Ну, повторяю, что максимум такие упражнения в день можно делать три раза, да, то есть, три захода, количество таких движений не должно быть больше четырех, и удерживать в позе эмбриона вы делаете не более четырех-пяти секунд. Значит, на следующих наших занятиях, на следующей нашей встрече мы будем говорить о массаже упражнений для детей более старшего возраста, то есть, это будет возраст где-то 3-4, 4 с половиной месяца, вот, там будет добавляться что-то, что-то меняться, поэтому, как говорится, не переключайтесь, следите за нашими появлениями, я желаю вам активно работать, чтобы ваши дети были полноценными, здоровыми, хорошо развивались, и берегите себя, до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!